И всем здорово, ребятки у микрофона, как всегда, с вами Плэй, и я продолжаю играть на лубийский член, это Эрлестин Саммер Мод под названием Пламя в пустоте, это у нас день 3, друзья, так что погнали. Хочешь не хочешь, а придется, и мне включится в повседневную жизнь лагеря. С самого момента пробуждения меня мучило необходимость освежиться и умыться, сейчас было бы как не для кстати. К несчастью, умывальные принадлежности находились в доме Ольги Дмитриевны и по совместительству в моем. Конечно, можно сколько угодно вздыхать о безвыходной ситуации, но всегда правильнее действовать, тем более, что безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выход с которых нам не нравится. Ни не нашедших меня навстречу пионеров, небо у меня таком, и тем не менее, их поведение немного отличалось от нормального, они избегали смотреть мне в глаза, обходили меня за пару метров. С каждым днем моя внешность становилась все хуже и мрачнее, хотя отдых в летнем лагере должен был бы меня освежить, но что-то явно пошло не так. В моем мире на улицах было полно таких, как я. Затеряться в толпе не составляло труда, да и не увидишь никого взглядом полным ненависти, однако здесь такое было не в части. И поэтому пионеры от меня шарахались. Как бы там ни обстояли дела со всеми причинами, обитателями лагеря, но вожатая меня не боялась. Скорее даже наоборот, но это дева времени. Поднявшись на крыльцо, уверенным движением открыл дверь и вошел внутрь, прямо как в клетку с ольвом, то есть к вожатой. Удивительно, но Ольге Дмитриевне в домике не оказалось, что можно считать настоящей удачей. Как бы мне за эту удачу расплачиваться не пришлось, но мне, но не изменяя своим привычкам, я послал все проблемы в будущее и воспользовался возможностью забрать мобильные принадлежности без свидетелей. Разжившись всем необходимым, я вышел на улицу, надеясь не столкнуться с вожатой лицом к лицу. Улица и лагерь в предлинейное время должны быть пустынными. Конечно, никто ведь не хочет зелить вожатую. Кроме меня, видимо, да. Угнев вожатой будет ужасен воздаяние. Очень скоро. Рано или поздно справедливость меня на стене с другой стороны, можно просто не попадаться на глаза. По закону жанра это просто обязано было произойти, за очередным поворотом стояла надзирательница в стиле лагеря собственной персоной. Накаркал, черт возьми. Мы встали напротив, как истуканы, и когда мне в голову пришла мысль ориентироваться, было уже поздно. Семен, ты где шляешься, да я из-за тебя всю ночь не спала. Врешный пионер так не поступает. Ольга моментально превратилась в изожатая в мифическую гарпию, будь ли настоящим советским пионером, до туалета точно бы не добежал. К счастью, я не он, поэтому за вычетом заложенных ушей потерь не понес. Сейчас школа уже не с 21 века, не прошла даром, приду в эти оговорки, и у нас учатся еще в школе. Добро, Толго, Дмитриевна. Присоединяйте за то, что заставил вас беспокоиться, я ходил в старый лагерь, да да знаю, виноватка, исправляюсь. А теперь, извините, мне еще нужно умываться, ведь скоро начнется линейка, на которой я непременно буду. Вам, кстати, тоже следует поторопиться, чтобы не опоздать. Сказанное мной прозвучало одновременно вежливо и пренебрежительно. Да, у вас же ты какое-то время стоял в ступоре, чем я воспользовался, чтобы уйти как можно дальше. Да не ожидал от себя такого красноречия, да и со старым лагерем, идея замечательная. После всей этой ситуации мне захотелось еще раз благодарить Мику за предоставленные данные и даже извиниться за грубость. Надо же, расхотелось. За день умывальники совсем не изменились, разве что сегодня здесь было безлюдно. Солнечные лучи отражались от луч умывальников и светили прямо мне в глаза, заставляя невольно щуриться. Такую ясную жаркую погоду вместе с прохладным ветерком многие могли бы посчитать идеальной, но только не я, предпочитающий свежему воздуху уют домашних стен. Странно, как и вчера, вода не кажется мне ни холодной, ни даже прохладной. На скорую мышцы, почистив зубы, я направился в сторону домика, чтобы вернуть умывальные принадлежности на место. А поскольку утренняя гигиена была последним делом в моем списке, остальное время для завтрака осталось свободным. Идти на линейку было бы крайне непредусмотрительно, наверняка завалить заданиями до самого вечера. Вообще, с вожатой мне сегодня лучше не встречаться. Это значит партизанская война против всего лагеря. На самом деле, необходимость скрываться от Ольги Дмитриевны и ее приспешников не столько вынужденная мера, сколько просто. Но обычная идея, все-таки утрата наушников повалила за собой большее разочарование, чем показалось сначала. Интуиция настойчиво подсказывала мне, что стоит позавтракать параллель, чтобы избежать нежелательных встреч. А почему бы и нет, в конце концов, играть так по-настоящему. Теперь мне предстояло любой ценой не допустить зарабатывания схемы. Пропустил линейку, напоролся на вожатую. Получил линейку и пошел работать. Пробраться к столу из-за незамеченного особого труда не составила. Единственная сложность заключалась в занявших стратегически важную точку всех противников. Проблема решилась просто потому, что нормальные герои всегда идут в обход. Конечно, героем меня назвать босс должен, скорее уж злодеем, но как-никак. А роль протагониста этой истории принадлежит мне. Или нет. План был до смешного, просто прийти и поесть первым. Но, как говорится, человек предполагает, судьба располагает. Возле крыльца столового ожидания стекло-надосток сидели на скамейке. Главная бондарка лагерей по совместительству причина головной боли вожатый номер два. А может номер один, это зависит от времени суток. Самое обидное, я даже не подумал о том, что здесь может кто-то быть непростительная ошибка в расчетах, за которую пришлось бы долго расплатиться, будь здесь, скажем, славе. Славя, как и все послушные пионеры, сейчас находилась на линейке Алиса. В этом плане далеко не так опасно. Доброе утро. Лично не приедет, да еще и не поводит не здороваться. Доброе. Только сейчас заметился синяки по глазам и немного потушил огнем в глазах. А если сегодня явно не выспалась. Очевидно, причина откроется в том, с видением, с чем... Чего они с Уленой устали. Если уж старшая изрежет в таком плачевом состоянии, то... А ладше, я думаю, страшно, как бы не посидела раньше времени. Ха-ха. Мелкая старуха, блять, будет. С другой стороны, вникать в чужие проблемы, не входя в мои планы. Кое спрашивается, они мне нужны. Проигнорировав Алису, я поднялся к понагретым утренним солнцем ступенькам на колесо под защитой спасительной крыши. Разглядывать пятна ржавчины на кузове представителей советского автопрома берешься на период. Самое интересное, знаете, из тех, что пришли мне в голову. Не знаю, сколько времени я провел в бессмысленных размышлениях. До всегда, но завтра предупредил меня о толпе надвигающихся пионеров. Тут же замок на двери из столовой щелкну открыл. Посмотрев вдаль надолпу, шедшую по стороне площади бросил взгляд по-прежнему сидящую на лодочке Алису, я все же, что внутри завтрак ждать не будет. В столовой, естественно, было пусто, не считая персоналу в борме более чем богатый. Завтрак оказался не очень аппетитным, но зато его можно было вполне быстро проглотить и свалить куда подальше. Сев за первый попавшийся стол, я продвинулся к себе под нос, с тарелкой овсянки, куском хлеба, с мясом и чаем. Поесть в одиночестве не такое уж невыполнимое желание, но как бы не так. Все события в этом лагере происходят против моего желания. Да, против меня все с той же кислой миной села Алиса, почему-то захотевшая занять место именно это место. Разговор начинательный, она не собиралась, только вяло ковырялась в каше и даже не смотрела в мою сторону. Вот хорошо, мне же лучше. По мере того, как уменьшилось количество каши в моей тарелке, поток голодающих пионеров все усиливался. В этом бедламе то и дело мелькали знакомые лица, одна из них направилась прямо к нашему столику. Тихо, осторожно, будто бы боясь потревожить, к столу подошла Лена, с уже таким привычным румянцем на лице. Можно, Алиса никак не отреагировала на ее появление, я же не поворачиваюсь к голове кивну. Столь несложный жест зашел до Лены, она села напротив меня и принес аккуратно есть свой завтрак, хоть и было заметно, что овсянка не сам мое любимое ее блюдо. Причем пища так и протекала молочание до тех пор, пока в моем стакане не остался последний глоток чая. В этот момент к столу подошла, таковое, видите, очень даже не хотел. Бла, Ольга Дмитриевна, к счастью, младшая, то есть славя. Всем приятного аппетита. Ой, Семен, да почему дальники не было? Воронене я замер потом. Приспокойно допил свой чай и, не посмотрев на нее, ушел. Выйдя из того, я нос к носу, так Нуси с Ольгой Дмитриевной, что означало бы мгновенное поражение и провал, если бы не моя молниеносная реакция. Я из каждой Нуси противоволожной стороной, перевалившись через препятствия своего клача старта, я сельсию побежал в лес. Из-за того, что инстинкт самосохранения возобладал над разом, у меня в голову не сразу пришла мысль, что погони за мной в принципе быть не должно. Фух. Правильно говорят, дурная голова ногам покой не дает. Впрочем, теперь у меня есть возможность спокойно обдумать свои дальнейшие действия. Может иметь смысл сходить на пляж, отдохнуть, позагорать, расслабиться. В самом деле, почему бы и нет? Тем более, что до пляжа отсюда рукой подать. Все пионеры сейчас были за этой общественной деятельности, или завтракали, поэтому купаться им было некогда, в отличие от меня. Идея сходить на пляж была бы, в общем-то, не такой уж и плохой, если бы не одно но. Я ненавижу жару купания и все, что связано с отдыхом на море. Да, совсем крышеет. Может быть, сходить в библиотеку, почитать, если, конечно, получится договориться о Жене. Да, это определенно лучше, чем валяться на пляже, и тем более лучше, чем работать. Идти через площадь на глазах у всего лагеря идея крайне рискованная, но прокрадываться по кустам просто лень. В самом деле, одет я, как все пионеры, впрочем, на площади почти никого не было. Только изредка проходили один-два человека, а в остальном было довольно безлюдно. Семен, да что ж такое, она что, преследует меня? Уже второй раз за день Славя внезапно появляется у меня за спиной, и это не может настораживать, как маньяк какой-то. Я медленно развернулся и, конечно же, увидел золотоволосую активистку. По ее лицу трудно воскать, злится ли она на меня, обижена или по-прежнему меня жалеет, несмотря на всю грубость с моей стороны. Семен, ты же сейчас ничем не занят. На Яребу и Альфоне схожу. Отвечать я не стал, так как мне показалось, что это риторический вопрос. Так вот, может быть, ты поможешь мне подвести площадь, а то одна я до вечера смести буду. Знаешь, у меня сейчас дела, давай немного позже. Хорош, когда освобожусь сразу к тебе, сейчас извини, мне нужно идти. Уговаривать и угоражать она не стала, поэтому моя слабенькая совесть, ну или что-то ее заменявшее, даже не пыталась меня обеспокоить. Нормально, мы так слиняли с работы, так держать надо. Я так обычно тоже делаю. Поток нуждающихся в моей помощи, убогих и обделенных, уделенных, закончился, поэтому мое величество отправилось на заслуженный отдых. Вокруг библиотеки не было ни души, чего, в общем-то, и с этого дождать. Кому захочется лишний раз встречаться со зломным, со зломной библиотекаршей? Никому. И вот сама библиотека оказалась очень даже не пустой. Между стеллажей стояла Лена, которая медленно снимала с полок книги и складывала их на пол. Судя по выражению лица, ей это занять не приносило удовольствия. Я медленно шла мне потревожить, и не напугать ее приблизиться к тому стеллажу, который был перед ней. Она все равно, блядь, обосралась. Знаете, меня она, как мне показалось, за счет, немного испугалась, только потом, когда с ней обычно ввать, раскраснелась и потупила взгляд. Почему ее присутствие ее так смущает? Одна из неразгаданных... Одна из неразгаданных тайн этого лагеря, но, по крайней мере, имеет разгадку, до которой я при желании мог бы докопаться. Другое дело, что желания нет. Но кому какое дело до всего этого? Привет. Ну, здравствуй. Ты, наверное, к Жене пришел. Да, хотел взять что-нибудь почитать, а ее нет. Я уже понял, что зайду как-нибудь в другой раз. Я уже была... повернулся в сторону выхода, но Лена, видимо, не сочла разговор закончен. Подожди, раз у Жени нет, то, может, поможешь мне здесь прибраться? Если мне не трудно, конечно. Нет, так не пойдет. В моих планах было организовать свой один и что-то не скрасить чужое. Я принял единственное, на мой взгляд, верное решение. Я в такой ситуации многочисто промолчал и вышел. Мною владею чувствую тревоги, навязчивое ощущение, будто какая-то невидимая существо упорно срывает мои планы. Только набирала силу и подкреплялась все новыми доказательствами. Кому-то нужно, чтобы я не остался один, но кому и зачем? Хороший вопрос. Друзья, прожимайте лайкосик и на канал, подпишитесь, если впервые. Чем больше я углублялся в конспирологию и теорию заговора, тем больше у меня окружилась голова. Сначала оказалось, что я слишком много думаю, но потом вдруг резко потемнело в глазах. Ноги подкосились, и я упал на колени расцарапывал их. Голова как будто раздалась в висках. Стучала кровь, перед глазами плыли цветные пятна, на спине и лбу выступил пот. Мне стало очень жарко. Когда взгляд немного прояснился, я посмотрел на свои руки, одна из них была красной, будто обожженной, а вторая бледной, как от сильного холода. По ушам ударил громоподобный голос, исходящий от кутызни, заваливаясь на бок моё тело в третьё препятствие, давшее ему упасть. Это было последнее, что я почувствовал перед постелью сознания. Ох, что это, мать вашу, было? Почему сильно страдает моя голова? Возвращение в Яф выдалось не самое приятное бы, хотя во всём теле ощущалось. Приятная расслабленность, голова по-прежнему нестерпимо болела. Впрочем, боль ушла так же внезапно, как и появилась. Когда я решил наконец-то открыть, глаза в моём сознании смогли таки пробиться голоса. Ты можешь мне внести, что с ним произошло? Это что? Солнечный удар? Спокойно, валяй. Это не солнечный удар. Тогда объясни мне, почему у меня пионеры в морок падают. Может, я явно волновалась, что, в общем-то, понятно в её положении. Каким бы ни с носом пионера у меня не был, она всё-таки несёт за меня ответственность. Опираясь на результаты, я досмотрю, могу прийти к мне к утешительному заключению. К какому заключению? К какому заключению? Спокойно, пойдём, тебе нужно подышать воздухом. Так вот. Только за ним не схлопнусь, я резко остался в кушетке, на которой, так оказалось, я лежал всё это время. Вся информация о моём здоровье должна быть в медкарте, хранящейся где-то здесь. Где должны храниться медкарты? Ну, конечно же, в ящике, вот только в каком из них. Я стал лихорачно обыскивать один ящик за другим в поисках нужного мне. Время поджимала, в любую секунду могла вернуться Ольга и Виолетта, и всё же отведённого мне времени хватило в одном из ящиков наконец-то отыскалась стопка медкарт. Так как мою заводили, последняя она лежала на самом верху. На первой странице ничего интересного не нашёлся, всё это я знал и сам же продиктовал медсестре. А вот уже на второй странице начались результаты медосмотра. Вот это интересно, давайте. Несколько минут я напряжённо вглядывался текст, который выносил мне страшный приговор почти игрового течения битмонта. Даже без особых медицинских знаний я смог понять, что со мной что-то совсем не так. Я стал менее умысленно путались, перемешивались, выскакивали, при малейшей попытке за них уходиться. Пожалуй, только сейчас мне стало по-настоящему страшно. Усиленный рефлекс, нервный непорядок, температура прочерк. Тут уже, приложив руку к лбу, я ничего не почувствовал. Может, так и должно быть, но в самом деле, что я понимаю в медицине. Попытки себя как-то успокоить, разгрузить нервы были четные, меняли их радио в голове, до сих пор осталось спутанным. Если... Есть ли вообще повод для волнения? Да, обморок и самочувствия всё было хорошо. Да и сейчас вроде бы неплохо. Ладно, всё-таки мне нужно отвлечься. Действительно, заняться было нечем, поэтому, тихо выскользнув в землю пункта, я, согнувшись, три погибели, аккуратно двинулся в сторону 17-го домика. По седней площади Виола и Ольга о чём-то разговаривали со славянами были слишком заняты, что он меня заметит, тем более через плотную завесу кустов. До жилой зоны было рукой подать, поэтому я при первой возможности юркнул за угол ближайшего домика, проходящий вдоль ряда в домике пионеров. Такое время редкость, и всё же, как показывает опыт, осторожность никогда не бывает лишней. Аккуратно скользя между домиком, избегая открытых пространств, я приближался к двери своего будущего убежища. Трава подминила и подношуни тихонько шелестела, как будто от ветра. Кусты прикрывали часть головы, выглядывающей из-за углов. Наконец-то нужный мне домик всего в нескольких шагах, что может пойти не так. Я занёс ногу на ступенькой, и в этот миг, когда мою текущую цель отделял от меня всего лишь метр, она потеряла смысл, да чтоб тебе, посадив её сквозь зубы и уже не скрываясь, она всё же с торжестью пошла в сторону столовой. Так, друзья, предлагаю на этом моменте сохраниться и закончить эту серию. Вот, так что всё, сейв делаем. И с вами был Симоплей, друзья. Подписывайтесь на канал, если впервые, поставьте лайкосик, проходите новеллу «Бесконечное лето Эверлестин Савар». Мод под названием «Пламя в пустоте». Это у нас день третий, друзья. Всем покусики для следующей серии. Всем удачи и всем пока-пока.